Всем здарова дорогие подписчики или просто гости канала, добро пожаловать на рубрику обзор обновлений Castle Clash. Давайте начнём. Сегодня я хотел бы рассмотреть обновление 1.2.45. В игру добавили нового героя, Медуза. Поскольку на википедию забили, я вам расскажу всё, что знаю об этом герое. Медуза схожа очень с Леди Лео. И что же она делает? Во время действия её скилла она накладывает две области, как Леди Лео. В одной области она наносит урон, а в другой сжигает энергию героям. Вот так вот она выглядит на базе и на картинке. Давайте посмотрим на первый уровень её скилла. Накладывает чары на две случайные зоны. Наносит 120% урона в течение 6 секунд врагам в этих зонах. Одни чары ошеломляют врагов на 1 секунду, вторые уменьшают энергию вражеских героев на 26%. Ну или же единиц. Кулдаун 8 секунд. И десятый. Накладывает чары на две случайные зоны. Наносит 740% урона в течение 6 секунд врагам в этих зонах. Одни чары ошеломляют врагов на 2,5 секунду, вторые уменьшают энергию вражеских героев на 100%. Кулдаун 8 секунд. Насчёт ошеломлений это по сути то же самое, что из танк, как у Фараона или Влада Дракуы. Теперь если у вас прокачан просвет и сайт руны, то в атрибутах будут показываться количество хп и урона с просвета. В алтаре теперь можно отфильтровать героя по классу, эволюции и так далее. В игру добавили новый режим, мировой кризис. К сожалению в этом видеоролике я ничего не буду вам рассказывать, но скажу, что через, наверное, 1 или 2 дня я сделаю отдельный видеоролик и расскажу о всех тонкостях этого режима. Ну и последнее. Добавлена декорация к трёхлетию игры и стоит она, как и десятилетие IGG, 800 самоцветов. По сути это всё. Более подробный перечень обновлений я оставлю в описании. Опять повторюсь то, что про мировой кризис я сделаю отдельный видеоролик, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить его. Обязательно комментируйте и оценивайте этот видеоролик. С вами был Андрей. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok